Русская тройка Русская кухня Грузинские вина и караоке Вечер удался Спасибо большое русской тройке За то, что она помогает нам встречаться Собираться, быть вместе Посмотрите, сколько людей Как люди довольны, что мы можем встретиться В этот прекрасный рождественский вечер Кстати, это 7 число, 7 января Где-то за океаном В Канаде, говорить на родном языке С нашими детьми, с нашими женами Я хочу тоже еще присоединиться К тому, что сказал мой муж Я хочу всех поздравить с Рождеством Пожелать всего самого наилучшего В наступающем году И, пожалуйста, не забывайте то, что мы У нас всех объединяет Родина бывшая И товарищи, как бы, объединяйтесь И наслаждайтесь праздниками вместе С Новым Годом, с новым счастьем С Рождеством вас Я считаю, что это прекрасная традиция Которую мы должны культивировать Передавать своим детям Чтобы они тоже так же встречались Отдыхали и радовались Спасибо русской тройке Я бы хотела сказать, что этот вечер Который организовала комьюнити Kitchener Water Low Объединяет нас каждый год Мы здесь встречаемся И очень радуемся этой встрече Я сама приезжаю из Торонто И я давно дружу с этой комьюнити Здесь очень много моих клиентов Я работаю с ними И я очень рада всегда сюда приезжать Потому что такого дружного вечера Интересного, веселого Можно увидеть только здесь Так что я поздравляю всех с Новым Годом И желаю, чтобы каждый год мы здесь встречались И радовались этой жизни Каждому Новому Году И всех поздравляю Здесь очень много интересного Очень много танцев Очень много веселья Искреннее веселье Люди искренне рады этому вечеру Встретят друзей Встречать хорошую музыку Потанцевать И встретить друзей Во время концертной программы Русская тройка слушала А затем и пела с дуэтами Черный кофе и белый рояль После выступления артистов Бразды правления Перешли в руки Деда Мороза И Снегурочки И вот тут-то началось Настоящее веселье Плясали всем От мала до велика Класс Может мне тоже получше Я думаю Отличный Отличный бой Кто нас кандидат И кто нас кандидат Вот как ты, девочка Ты машинист, да? Давай Все машинисты Еще Участлив 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Борис, немножко о себе. Откуда вы приехали и как дошли до жизни такой? Я приехал из Москвы. Я здесь живу уже 11 лет. Всю жизнь я пишу, насколько я себя помню. Это почти моя уже десятая книга. Вообще по основной специальности я доктор наук, прикладной математик. У меня вышло очень много технических книг, которые продаются по всему миру. А потом я пошел по неверному пути Елены Венцель. Если вы знаете такой фильм «Благословите женщину» Костолой поставил Говорухин. На самом деле она Ирина Грекова там, но она Елена Венцель. Это известный математик, который я очень хорошо знаю и которая была моим учителем. И вот я стал немножечко писать художественные книги, которые сейчас хорошо пошли в Россию. Сейчас еще готовятся две книги мои к выходу в издательстве Екатеринбургском и еще одном издательстве. И я надеюсь, что эти книги тоже понравятся читателям. Вам я желаю творческих удаций, оставаться на таком же прекрасном уровне и иметь такую же прекрасную аудиторию в русскоязычной общине. Среди официальных гостей организаторы вечера как бы уже были готовы к исходу предвыборной кампании представитель партии консерваторов, кандидат в члены парламента Аджмер Мандар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Весь вечер прошел в очень приятной, дружеской, по-семейному доброжелательной обстановке. Несмотря на то, что большинство людей не были знакомы между собой. И большая заслуга в этом организаторов. Культурная ассоциация «Русская тройка» существует около 10 лет и объединяет более 300 семей, выехавших из бывшего Советского Союза в различное время и поселившихся в районе Китченер, Ватерлоу, Кембридж. Необходимость создания подобной организации – это помощь нашим соотечественникам адаптироваться в новых условиях жизни, содействие в поисках жилья, работы, а также сохранение родного языка и родной культуры. Вот уже шесть лет стали традиционными многолюдные и веселые встречи, приуроченные к Новому году, 8 марта, 1 апреля, 9 мая, летние пикники, взаимные визиты в дни еврейской хануки и тому подобное. «Русская тройка» оказывает посильную поддержку в воскресной русской школе, созданной при деятельном содействии городских властей. С большим удовольствием мамы, папы, бабушки и дедушки слушают русские песни и стихи в исполнении детей и внуков во время праздничных мероприятий. Дорогие друзья, дорогие дважды отечественники, поздравляю вас с Рождеством и с Новым годом. Желаю всему, всей русской комьюнити, всем, кто говорит на русском языке, счастья, здоровья и всего самого наилучшего в жизни. Нашей комьюнити уже почти шесть лет. Вот шесть лет мы собираем и знакомим людей. У нас очень много тех, кого мы познакомим и нашим своих новых друзей. Наша комьюнити живет своей очень интересной жизнью. У нас есть и русская школа, и шахматная школа, и родительский клуб. То есть все возрасты и все возрастные группы, и все интересы у нас охватываются. Приходите к нам, приходите, празднуйте все праздники вместе с нами. Это встречи в этом году. Наша община сложилась уже на протяжении последних где-то примерно десяти лет. Но официально мы организовались в эту организацию только пять лет назад. Это не очень дружное, к сожалению, у нас сообщество, но мы надеемся, что оно будет дружить все больше и больше. Очень трудно сплочать великий русский народ. Это настолько великое государство, настолько великий народ, что его сплотить просто невозможно. Они каждый сам по себе, каждый норовят сделать что-то по себе. Надеемся, что в будущем мы будем получать большую поддержку от наших соотечественников, которые прибывают и прибывают каждый день. И в целом я считаю, что у нас хороший сдвиг вперед. Мы активно занимаемся русским языком. Русская школа у нас работает. Организовался клуб, родительский клуб, так называемый родительский клуб, который объединяет пожилых канадских, бывших русских, советских русских граждан. И, короче говоря, мы стараемся содействовать русской культуре, как только это возможно. В Канаде я оказался, в связи с тем, что моя дочка с внуком переехали сюда, они нас вызвали, и поскольку мы уже в Канаде 4 года приехали мы сюда из Израиля. По сравнению с Израилем в Канаде, конечно, спокойно, и можно нормально жить, не опасаясь никаких взрывов. Лично я в русской тройке занимаюсь, провожу шахматные турниры и веду шахматный кружок. У меня на сегодняшний день шесть человек, которые занимаются шахматами. Они принимают участие в турнирах Chess for Kids, которые находятся на Кинге, напротив госпиталя Гранд Ривера. Я бы хотел пожелать нашим соотечественникам, находящимся в Канаде в этом году, жить дружно и вместе общиной русской. Брать пример с других общин, которые объединились и работают дружно и вместе. Работая здесь, в русской тройке, я обратил внимание на то, что мы, в принципе, разобщены. Хоть и русская тройка пытается всех объединить. И здоровья всем, счастья, успеха в работе. Но самое главное – здоровья, все остальное приложится. В конце вечера все его участники вышли на улицу и зажглись 250 бенгальских огней. Озаряй радостные лица всех тех, кто в очередной раз весело провел время в гостях у русской тройки. В эфире «Русские волны». Продолжаем тему Нового года. И не случайно. Сегодня ночью вступит в свои права Новый год по китайскому календарю. Как известно, год огненной собаки. Восточный лунный гороскоп – это не только гороскоп в чистом виде, но и своеобразная летопись, красивая легенда, которая создавалась с 2637 года до нашей эры, до 61 года нашей эры. Обыкновенный цикл лунного календаря – 12 лет. Полный или большой цикл лунного календаря – 60 лет. Он состоит из пяти обыкновенных циклов по 12 лет. Каждый 12-летний календарный цикл составлен по старой, уже известной всем легенде. В ней говорится, что Будда перед уходом с Земли созвал к себе всех животных. Однако проститься с Будда пришли лишь 12 из них. Расставаясь с ними, Будда вручил каждому по одному году правления. Годы были подарены именно в таком порядке, в каком животные прибежали к Будде. Крысе, быку, тигру, кролику, дракону, змее, лошади, овце, обезьяне, петуку, собаке и кабану. В силу некоторых факторов, теперь это не просто старая добрая восточная легенда. 12 мифологических животных представляют собой, согласно восточной космогонической теории, 12 космических влияний, действующих в год рождения человека, формирующих его характер и во многом определяющих его судьбу. Что же сулит Новый год по китайскому гороскопу всем нам? Есть, конечно, общие тенденции года. Он будет проходить под знаком практичности и утонченности. Упорядочить свои финансы, сделать ремонт дома, повысить профессиональную квалификацию, развить свои художественные таланты, научиться игре на музыкальных инструментах или работе на компьютере, пойти на курсы дизайна – все это подходящее занятие на этот год. Увы, 2006 год не самый подходящий для романтических отношений. Абсолютные ценности человечества, следование семейным традициям, принципам морали и религии особенно будут охранять нас в этом году. Юмор и жизнерадостность должны наполнить наши дома теплом и светом. В год собаки астрологи советуют быть человечнее и побольше заботиться о людях. На 2006 год полезно запланировать заняться своим здоровьем, хорошенько отдохнуть где-нибудь на природе, религиозным людям благоприятно совершить паломничество. Если же кто-то решил улучшить свои жилищные условия, этот год самый подходящий для домашних холопот и связанных с этим расходов. Ну а теперь небольшой индивидуальный гороскоп. На этом русские волны прощаются с вами. Всего доброго и до следующего субтитра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новый год Новый год Новый год Субтитры создавал DimaTorzok